У нас в студии автор репортажа Екатерина Савина, с ней мы поговорим о проблемах пассажирского транспорта в городе. Катя, я так понимаю, проблем очень много, какие главные из них? Ну, одна из главных проблем это старый подвижной состав, особенно актуально это летом, когда автобусы часто ломаются, или, например, у них закрыты форточки, еще лучше, когда они забиты и дышать совсем нечем, и не проветривается ничего. Вот, вторая проблема это нарушение графика движения транспорта. Но я думаю, что это связано с тем, что у нас вообще, в принципе, очень плотно забито все автомобилями, и из-за пробок часто нарушается, не потому что автобусов слишком мало, да, и достаточно, но просто как бы распределение маршрутов идет как-то, наверное, неправильно. И самая актуальная проблема это грубость, невежливость водителей. А вот такие проверки действительно могут поменять ситуацию? Ну, если вспомнить недавний пример, то вот мы снимали сюжет о том, что в поселок Латухино с льготников брали деньги, да, и после проверки действительно проблему решили, пенсионеры теперь ездят бесплатно, но если взять вот ситуацию с третьей дачной, то я думаю, тут одной проверкой дело не обойдется. Туда придется сотрудникам министерства еще не раз приехать. На твой взгляд, что необходимо сделать, чтобы жалоб от пассажиров вообще не было? Ну, мне кажется, такого никогда не будет, чтобы люди не жаловались, да, но вот я помню, это давно было, когда водители «Газели» желали пассажирам доброго дня, да, и говорили «до свидания», и тогда пассажиры улыбались, отвечали им взаимностью, да, и на многое закрывали глаза, там, что машина грязная, или высадили в неположенном месте. Вот мне кажется, если будет такой компромисс, вежливость с двух сторон, то жалоб будет точно меньше. Спасибо, Екатерина Савина, с ней мы говорили о проблемах городского транспорта.